Гостеприимная полилингвальная школа Белем традиционно проводит Дни национальной кухни. Знакомство с культурой многогранно. Это не только язык, литература, музыка и традиции. Это и то, что объединяет за одним столом. Традиционная национальная кухня. Сегодня в нашей школе проводится День национальной татарской кухни и День открытых дверей для родителей. У татарского народа очень много разнообразных и вкусных блюд. Сегодня ученики нашей школы совместно с работниками столовой будут участвовать в мастер-классе по приготовлению татарского блюда чак-чак. Такие мероприятия воспитывают любовь и уважение к татарскому народу, к традициям, праздникам. В этот день меню у учеников состоялось блюд татарской кухни. А зуба татарский, букены с рисом и изюмом. Одним из самых интересных для школьников всегда является мастер-класс по приготовлению блюд. В этот раз юные ученицы под руководством работников столовой готовили чак-чак. Давайте достаем и будем рассматривать. Можно руки немножко помочь. Нефтекамск – город, где в согласии живут представители многих народов, культуры которых давно скреплены дружбой и взаимоуважением. Больше всего мне нравится, скорее всего, ну, точно нравится татарская кухня и русская кухня. В русской кухне я люблю боч, а в татарской абсолютно все. Самое-самое любимое, ну, это, скорее всего, суп с лапшой домашней. У каждой хозяйки есть свои маленькие секреты, как сделать блюдо особенно вкусным. Они передаются из поколения в поколение. И нынешние мамы, которых в свое время учили их мамы, учат уже своих детей. Мы приготовили чак-чак. У нас, получается, самая фишка в том, что мы яйца замораживаем, а все остальное уже идет мука, сахар – это уже стандартные ингредиенты. Так сказать, с секретиком. Замесить тесто, раскатать, правильно нарезать хворост – немаловажной частью является и подача блюда. Ведь чак-чак должен быть не только вкусным, но и красивым. Хворост – это яйцо, мука, и будем пожарить на подсолнечном масле. И сделали зарану сироп. В сироп готовится вода, сахар и мед. Вот наш чак-чак. И будем заливать сиропом. Полилингвальная школа Белем еще не раз порадует своих учеников и их родителей праздниками Дней национальной кухни. Полина Сюткин, Дуард Новиков, информационная программа «Ежедневник». Продолжение следует...